Продолжение следует... Продолжение следует... Я говорил, вопрос первый, что ищете земного, небесного? И вот на это надо одним вопросом ответить, а потом подробно, именно какие моменты? Вот, допустим, вы думаете переехать. Так, что в этом положительного? И в этом показать положительно, конечно, первое, самое главное, это дети. Дети, которые не будут в этой мирской области отравляться. Что отрицательное? Это суета, потеря, средства с насиженного угла, неизвестность, это волнение, это написать там, где минус. Но когда вы подобьете, как говорится, бабки, и вы увидите, чего это стоит. Кое-что придется потерять, потому что не все вместится. Вот это вот написать в отрицательный минус, отрицательный. Сидишь дома, у тебя все при тебе. Вот это надо написать просто, чтобы было перед глазами, и ты несколько раз решила. А то некоторые говорят, пускай, говорят, они летом приедут, посмотрим. Летом нечего смотреть, уже осень. Смотреть только ранее весной, чтобы посадить все свое было. А это что ездит? Это не маленькие деньги. Игнатий Тихонович, говори. Нет, нет, конечно, нет. У нас решение-то оно есть, оно в нас зарожденное, мы хотим. Вот. Мы видим положительные стороны всего. Отрицательных сторон, в принципе, у нас нету. Но дело в том, что возникают какие-то препятствия. Вот с домом у нас пока ничего не движется. У нас было только два звонка, все, пока ничего дальше. И родители теперь стали... Не то, что теперь, мы просто как-то особо-то не спрашивали, а настолько против родителей Алексея, чтобы мы уезжали. Они там в слезах почти. Это надо учитывать. Надо, чтобы они были согласны, поговорить, насколько с вашей стороны возможно. Это благословение родителей. Это уже вы покажите, какая ваша была прошлая жизнь, какие отношения. Это сказывается на будущем, чтобы они поняли. Ну, смотрите, вот наши родители, они из Рязанской области. И они сюда ехали как? Железные дороги там не знали. На телегах. И ехали люди куда? До Хабаровска. И как ехали? На телегах. Там сосны, между ними там телеги протаскивали. Люди шли и шли, как заселялась эта земля. Как? Оставляли родину навсегда. Они уже дома никогда не были. Некоторые в дороге умирали. Как вот рисунок там, оглобли поднятые, а он лежит уже закрытый. Ну, не дошел. Она плащет одна с ребятишками среди дороги. А каково ей? А если еще лошадь сдохнет? Она одна в степи. Кто подберет? Это сегодня на поезд сел или на самолет и поехал. Мы должны это все иметь в виду. Вот они против. Значит, прислушаться. Сходите один раз, помолитесь вместе. Благословение родителей созидает домы. Тут один пишет, говорит, вы как головой-то вниз в омута не кидайтесь. Чтобы потом не было огорчения. У тебя даже что-то не так будет. А так оно никогда не бывает, чтобы все по-твоему было. И ты скажи, главное, что я искала, я нашла. А остальное это мелочи такие. Не увезла там мясорубку, купишь новую. Да, об этом и речи нет, конечно. Нас это не волнует. Мы вообще думали все оставить, уехать просто с семьей и все. Но так ведь нельзя, конечно. Тут еще вот какое. Когда у нас из Барнаула переезжали, у них квартиры были. Мы просили, вы как-нибудь сделайте так, квартиры трехкомнатные, разменяйте на одну комнату, чтобы у вас был якорек здесь. Там не заладится, ты приехал, у тебя было мне голову преклонить-то. А она не послушала одна женщина, она продала. А с сыном не все заладилось. И она теперь там отдельно что-то купила в соседней деревне и все. А батюшка говорил, ты квартиру-то разменяй. Деньги какие, ну же, сыну-то отдашь, он строится-то. А себе, чтобы квартирка здесь была. Ну, которые наши потеряевские, те уезжали, те навсегда отрубали. Батюшка продал дом, приехал, сюда вложил. Это все так делают. Ну, а некоторые, которые рядом, здесь недалеко, батюшка просил. Но она не послушала, теперь ей неудобства большие. Надо прислушиваться к совету. Написано без совет, надо расстроиться. Ясно, что переживания. Это не просто... Но родители... Ну? Да, родители неверующие. Даже неверующие бывают. Да, да, родители неверующие. И тоже совет дают хороший. Сироп, подойдите, обнимитесь ребятишками. Когда Яков уходил от Лавана-то, Лаванова дорогой догнал. Ты с внуками не дал мне проститься. Ну, а Бог ему предупредил, ни хорошего, ни плохого не говори. И вы знаете, как это нам Библия об этом говорит, святая. Это всегда было так. А кого было Аврааму? Бог повелел ему идти. У него все. Родственники, близкие люди. И все надо было оставить. Это не просто так. Это все оставить надо было. Конечно, не просто так. Они расстояния боятся. Говорят, очень далеко. Отец больной. Вот говорит, умру и даже не сможешь приехать похоронить. Не сможем. Ну, 3-300 где-то расстояния. Вот. И мы живем здесь. Наши переехали, когда деревню уничтожали в 1962 году. Родители переехали. Сын и дочь жили в Киргизии. Он умер отец, а я на похоронах не был. Во-первых, я никак не мог попасть. Даже генерал Громов и то говорит, я опоздал два раза в жизни. Был в Афганистане. В это время родители где-то в Преамурье там. И умерли. Кто-то от отец или мать не помню. Он говорит, я опоздал, не смог. А он говорит, что я держу слово свое. Просто так я бы не позволил себе опаздывать. Ну, вот. Ну, и простились, и все. Вот. Поехала Рахиль. Когда ее сосватали Исааку. Она поехала навсегда. Домой она уже никогда не возвращалась. И мы наставим, кто издалека. Давайте прощайтесь, прощайтесь навсегда. Деньги не таскайте на вокзал. Они вам нужны до копейки. Лишняя курица, лишнее яичко. Вот так. Надо все разумно. Мы люди живем один раз на земле. Нельзя так. Я неправильно пожил. Вторую жизнь не начнешь. Надо сразу делать, как должно быть. И вы все время, вот как я сказал, то и смотрите, что положительное, что отрицательное. Ничего не скрывайте сами перед собой. А потом родителям покажите. Скажите, вот что главное. Да, ну с родителями мы договориться можем. У них есть, тут замена останется. Сестра Алешины есть здесь. Ну, весь вопрос в деньгах станет только. И все. А так все. Просто им свыкнуться надо какое-то время. Может быть, потом скажут, ладно уж, ребят, жизнь вам, ваша жизнь, ваши дети. Это просто пока ошарашили их такой новостью. Неожиданно. Это неожиданно просто. Да, неожиданно в том, что очень-очень далеко, и что больше мы не сможем увидеться. И вот это вот, с этим они пока не смиряются. Ну, далеко это не за границей. У нас некоторые уехали в Америку. А теперь уехали в Америку. А о них тоже помолиться надо. Козлову фамилия. Его звать Александр, а она Людмила. И что-то родители наказали детей. Дочка пришла накрашенная, косо обрезала что-то. И на нее позвонили. Семь ребятишек. Самому маленькому две недели было. Две недели. Отобрали ребятишек и, кажется, дали им по семь или по десять лет. И они сейчас отсидели. Отсидели. Сейчас из тюрьмы выходят. И их выпроваживают. Из Украины они приехали. Депортация называется. Просили помолиться, как решат. Вот как делают. Я говорю, ну что, уехали в благословенная Америка. Это масонская страна. От них и ждать еще не надо было. Они не православные, баптисты. Но верующие люди. Вот так. А дети где сейчас? Вот их выпустили. А дети где? Те правительство там разбазарило, кого куда. И все. Дети. Лишенные родительских прав. Родителями не могут. Отобрали. Две недели ребенку было. От груди оторвали. Вот так. Старшую наказали, а младшие все страдают. Это в тюрьме пробыть. В тюрьме. Это один день в тюрьме. А это семь лет или десять сейчас, я не знаю, дали им. Вот у них сейчас закончилось. И, значит, муж-то начал слоняться, написать, что отрекитесь от детей. Тогда ему разрешат в Америке быть. А она говорит, я не отрекаюсь. Значит, ее надо за волосы в Украину выбросить. Хорошая страна. Они учатся, как жить. Да это сатанизм самый настоящий. Самый настоящий, да. Вот так. Ну, у нас сейчас тоже, у нас сейчас тоже так же стараются на них равняться в нашем государстве. Ну, стараются, но тут не очень. Тут, знаете, это страна такая, где законы сдадут, а он уже лет через пять только начинает внедряться. Большая страна, лукавые начальники, а нам это на пользу все. Пока они одумаются, а мы уже, говорит, в другом месте живем. Игнатий Тихонович, мы тут вопросов наготовили. Давайте. Вопросы. Давайте. Первый, Леша. Игнатий, сейчас зачитаю послание Коринфянам. Первое, 13, 8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчица прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. А какой любви апостол Павел говорит? Откуда она берется, вот эта любовь? Каким путем приобретается она? Любовь приобретается любовью. Больше нет другого. Вот нужно просто оценить, что мы имеем. Вот посмотри, какой мир, как он составлен, как мы живем. И за все, за все, благодари Бога, Земля где-то летит в космосе в два раза быстрее, чем пуля. Земля наша летит по космической орбите. А мы даже не чувствуем, как будто сидите за столом. А Земля-то это песчинка в мировом океане. Господи, какой ты хороший, как ты все сделал. Вот чтобы родители любили детей, ребенок рождается, и похоже бывает что-то на мать, что-то на отца, что-то на бабку. Особенно старики, когда увидят, что она как ходит на нее, похоже, они души нечают тогда во внучниках-то. Это тоже милость Божья. Не вы же это заказывали, какие глаза, где какие пальчики будут. Даже наклонность к музыке, талант передается в другой раз. Таланты. Отец был математик, и дети, значит, какие-то у них способности. Это чудо Божье. А главное то, что за нас умер Христос. Нас, грешников, он искупил из ада, из преисподней вытащил. И мы любим Бога, просим у него любви. Да, вот просим. Да, вот, а если вот брат, обличает брата, допустим, в чем-то, если между ним любовь. Вот я вот обличаю брата своего, но я-то люблю его. Как вот понять это? Все упразднится в вечности, потому что мы Христа увидим как есть. Мне знания, которые здесь земные, это они покажут маленькие-маленькие. Никакой роли не играют. Сегодня пророчествуем, а тогда не надо, все пророчества исполнились. Будущее все только под эгидой Христа. И ты благословенный, наследуй жизнь вечную. Там ни пророчества не надо, ничего. Все и во всем написано, будет Христос. Все, тогда мы увидим, как все есть. Реально. Я вот еще хотел спросить о кресте. Вот у старообрядцев есть, ну вот крест, у них просто крест без изображения спасителя. Вот есть, они ссылку сделали такую вот на Василия Великого. Всякий, носящий на себе в качестве ладонки какую-либо иконку подвергаться должен отлучению причастия на три года. То есть, это правило, его там написано, древнее правило такое. А где он? Назовите, какое правило? Назовите. Это я не могу назвать, это у них написано. Вот они ссылаются, что это древнее правило Василия Великого. Алексей, у него нет правила, это обман. Нет этого правила. Это обманщики пишут. И поэтому выкинь это все. А почему? Почему пишут, они под себя как арвентисты седьмого дня. Душа умрет, вечного мучения нету. Ну и как еретики делают-то? Вот так и делают. А люди, которые имеют священство, они это из-за блуждения не имеют. Они ходят на исповедь, а там ничего этого нет. Нет этой иконки. Покажите, какое правило. Я сейчас вам открою правило Василия Великого. Их всего девяносто одно правило. Это на их сайте я прочитал, а какое оно под этим, ничего не написано. Ну а раз не написано, ничему нельзя и верить. Нет этого? Кресты-то они продают без изображения спасителя. Какие кресты? Которые в доме стоят? На могиле, на храме или на теле? На теле. На теле. Насильный. Ну и что? Почему оно может быть без изображения? Иконе надо поклоняться. Мы видим ее, да, и в общем образу, вот там, того, Господа распятого, мы как Господу поклоняемся. А на себе носить не разрешается. Это по правилу Василия Великого, отлучение арт-председателя. А вот священник как крест с изображением. А вот священник он наружу носит. Ну это выдумка все. А он наружу носит, как раз выдумка, да? Выдумка. Тут отвечать не на что, потому что этого нету. А чего, говорит, нету, то нельзя считать. Еще есть? Нету, да. Игнатий Тихонович, а у меня вот такой вопрос. Как вы думаете, какова главная причина обмерщения церкви? Ну причина не одна, конечно. Тут самое главное, неправильный вход в церковь. Вход. Вот пришел, ладошкой моклой по голове пришел, надо уверовать. Кто верует в Сына Божий, имеет жизнь вечную. А этого на первом месте не стоит. Ну там миссионеры что-то говорят, знают. А на самом деле далеко-далеко не все. Почему такое? Ну обольщение этим миром, временной жизнью, забвение о смерти. Когда человек понимает, что он умрет, что впереди целая вечность, и там ад, и огонь. Он по-другому живет. Вот про протопопа Авакума написано, когда он был маленький, у соседа сдохла корова. И он ее увидал, пришел домой, ему лет пять было, он плакал, и понял, что я тоже умру. Это балаваряне такая, и Асафа, и Варлаама, житие. Он, царевич родился, когда у царя. Ну и волхвы предсказали, что у него слабое зрение. Если он увидит солнечный свет, то он будет слепой. Нужно до совершенно, до десяти лет хотя бы не показывать. Ну царь ему сделал там подземельное, там трон, все как надо. И вот когда исполнилось время ему выходить, его повезли по городу, показать им. Он никогда не видел этих людей-то. А сделали так, что с ним только молодые парни, он мертвых никогда не видел, не знает. Если кто заболел, защихал его в сторону. И вот когда повели, ну дорогу-то расчистили, а в это время нищий вывернулся, у дороги сидит, просит. У дороги-то. Он увидел, говорит, а это что такое? А ему говорят, да это нищий такой. А почему он вот так руку держит? Ну она, говорит, у него была переломана. Как переломана? Он не знает ничего. И потом увидел, хоронят. Он говорит, а это что? Ну как что, человек жил, умер. Так а что, это все умирают? А ему говорят, да все. Так и я умру. Да, ему тогда все, царство, ни по чем смотреть не хочу. Если я умру, зачем это все? Это житие святого орла Моя Асафа. Вот на этом надо остановиться. Я умру. И поэтому, если во мне не будет любви к Богу, будет вот это обмерщение. А кто любит мир, в том нет любви Божией. Кто любит мир, тот что? Становится врагом Богу. Это послание Якова, 4 глава, 4 стих. Но как я могу быть врагом Богу? Любить мир, это нет любви очень. В нем нет любви уже. Не можете служить двум господам. Иначе одного будете любить, а другого ненавидеть. Мир это временное, все это уходит. Вот почему люди обольщаются временно этой жизнью. Жалко, что церковь так себя ведет. Вот в чем дело. Конечно, жалко. Но мы работаем и должны как-то помогать себе и другим увидеть реальность, что ценное самое. Господь сказал... Дело в том, что знаете... Христос говорит, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И все сие, не остальное, а сие. То есть одежда и пища приложатся. Ищите, ищите. Его искать надо, Царство Небесное. Вот, Игнатий Тихонович, еще такой вопрос. Московская патриархия благодатная, да? Да. А вот столько отступлений. Вот если отступает церковь от обязательств, наложенных на нее, такие как вот каноны, апостольские правила, правила вселенских соборов, разве вот она может быть благодатная? Я понимаю, там частные есть какие-то вот лица, да? Вот конкретно человек, живущий так, вот на него благодать. А на патриархию-то какая благодать может быть? Я что-то вот этого не... Это же люди. Как можно сказать? Люди, да. Сколько там священников. Есть архиереи, которые что-то делают не как все. Как о всех сказать? Ну, вот я про это и говорю, что некоторые... Когда Авраам разговаривал с Богом, а Господь ему открыл, что уничтожит Содом и Гоморру, он говорит, Господи, а если там 50 праведников, Господь говорит, пощажу. Он тогда, прости меня, может быть, только 45. А когда уже спросил 10, Господь больше не стал с ним разговаривать. 10 не было, а было 3 человека. И все. Господь говорит, пощадил бы, было... А еще вот... Да. Поняла, я поняла, все поняла. А вот то, что наша вот эта вот страна, обрядовая, после реформы Никона, она ведь вся на крови выстроенная. Это разве может быть после этого благодать на нашей церкви? Меня вот это вот что-то смущает. Вы, верующие, какая кровь? На какой крови? Вы скажите о своей... Ну вот, людей уничтожали за... А всех сказать нельзя. А всех сказать нельзя. Которые там вверху были... Ну да, ну, начиная с... Петерим, два епископа, которые гнали, а остальные-то вообще в этом никакого отношения не имели. Даже коммунисты, даже фашисты, и то не все были в крови. Какой занимал там где-то, как рядовой был он... Так, я отошел, сейчас, подождите. А, понятно. Ага. Получается, что конкретно на тех душах лежат грехики, которые все это делали. Володя уходил, пришел. Все. Слава Богу. Вон он, видишь? Значит, получается так, что конкретно... Да. Ну, обо всех сказать. Этот грех конкретно... Конкретно. Вот мы конкретно... Да, да, я поняла. В Израиле Господь как сказал? Да. По делам их не поступайте. По делам не поступайте. Он не сказал, что... А в филистимляне они живут более свято. Идите к ним. Этого не было. И никто никуда не шел. Возьмите во времена царей, даже Соломона, Давида, какие были там люди. Кланились идолам. Выходили пророки, обличали пророк Илья, и дальше опять направлялся. Ну, сразу Илья 850 лжепророков зарубил, зарезал. 850. В стране вообще о Боге не знали ничего. И он один повернул в другое место. А благодать как была, так и была. А почему? Потому что дан был закон Моисеев. А нам благодать на благодать дана, потому что есть Христос. Спаситель. Считается верою. Никогда верою не было, чтобы его не считали. Считается очень наш. Православные перевели Библию, не старобрядцы. Старобрядцы вообще Библию не знают и не любят. Библию-то они не перевели. А эту считать нельзя с двумя И. Ну, дальше-то договаривать надо до конца. Мы-то не в стороне где-то живем. Они вообще Писание не знают. Оно им и не нужно. Мы там были, с ними вместе жили, говорит, из одной чашки ели. И Слово Божие для них никакой нужды не имеет даже, что оно есть, что нет. Но опять же не все. Есть те, которые знают Писание. Это, наверное, потому что все изжилось с веками. Все-таки три века уже прошло после... Так не было ее, не было. Поэтому все изжилось. Его не было. Не было до Никона и после Никона не было. Библию перевели только в 1876 году. А реформа-то в 1666 году. И тоже не было Библии ни в новообрядческой, ни в старообрядческой. Мы со старообрядцами постоянно встречаемся. На каждом шагу неправда. Вот встречаемся, я говорю, но вы же знаете, что это неправда. Ну вот, начинает там... Я говорю, ну а почему вы Слово Божие не изучаете? Почему не благовествуйте, не ходите? А зачем? То есть они вообще не знают. Вот написано, он долбит это, Паисий Великий. Все, на Паисии Великом и стоит. Я ему говорю Слово Божие, а он долдонит свое. Вот зайди на умершего. Это они знают. Канон считать. А что жил он безбожник. Жил в пьянке, неверный был. Это уже как будто ни во что. Это у них обыденное такое. Это выпивка, у них это ежедневное и почти везде. Ну это сейчас. Раньше наоборот было все. И раньше было... По истории. Никогда по-другому у них... По истории наоборот считалось. Нет, по-другому не было у них. Юля, у них по-другому не было. У них всегда это считалось за норму. Норма. Конь, ложь во спасение. Ложь допускается официально. Я так говорю, не просто мне не нравится. Но это не дальше. Они у меня рядом живут. Рядом живут. Они не приобретают... Не приобретают... Души не приобретают. Вот у нас одна была. Ну и за нее посватался старообрядец. Ее надо довершить теперь. Она... Что-то не так по их крещену там. Там помазать надо. Ну, помазали. А дальше это что? Он ее вытащил отсюда и бросил. И все. Вывел и бросил. Сразу ее вытащил. Говорит, забором оставил. Это у них постоянное. Везде. Вот она знакомая мне. А она полюбила... Снова обрядца. Ну, как говорится, от Никона, который... Родители отдали. Он очень хороший, громадный. Все. Но вот она теперь родила детей. И она шмыгнула обратно к старообрядцам. И все. И родители это знают и одобряют. Они непримиримые. У них прощения нет никакого. Никон, возьмите эти лыковы, которые в тайге-то найдены были. Лыковы. Агафья там. Они слили, приятели, скажут. Агафья. Вчера, говорит, Никон за стенкой живет где-то. Вот какое дело. Этому увлекаться не надо. Это со стороны смотреть. Со стороны смотреть и баптисты хорошие. Баптисты намного лучше живут. Но они не церковь. Не церковь. А раз не церковь, значит, спасение все под сомнением. А здесь епископы... Здесь есть... Я еще смотрю... Да. Говорите. Я просто еще смотрела... Смотрела хронологию святых. Да. Просто до реформы Никона там было столько святых прославлено. А потом уже на упад резко пошло. Ну, это речь идет о канонизации. А не о том, что на небе. Сколько на небе, больше или меньше, никто не знает. Ну, да, вы правы. Надо первое корреспечение. Правильно, правильно. Не судите, говорит, никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит. Мы думали, никого нет. Да. Вот Илья, пророк Илья. И говорит, я один остался. А Господь говорит, 7 тысяч остальных. А ты не знал даже. Он ошибся в 7 тысяч раз. Пророк Божий ошибся. Вот это ошибочка была. Человеческие мысли, они твердые. Да. Говори. По поводу причастия. Вот если мы теперь знаем, что мы крещены неправильно, как нам поступать? Никак. Подождать, пока кресятся, пока не причащаться. Будьте как оглашенные, молитесь. А если мы не... Нет? А вот получится так, что мы к вам не попадаем. Где нас? Ведь никто не будет прикрещен. Вы меня спросили, пока мы не попадаем. Значит, там ищите. Ищите там, где можно принять крещение. Крещение должно быть с полным погружением. И весь вопрос. Я вам сказал, а вы не принялись. Меня уже вина снята. Господь говорит, если ты видел, кто-то согрешает и не обречил, он погибнет. Но его кровь я с тебя взыщу. Но если ты говорил, он погибнет, его кровь на его голове. А ты спас свою душу. Из Икииля, 3 глава, 18 и 20 стих. Вот так. А вот вы не могли бы нам подсказать, с вами кто-нибудь общается из священников Ярославской губернии. Может быть, есть какие-нибудь такие, можно было бы точно, нет? Не знаю. Я не знаю. Я знаю только в Ярославле. У меня знакомый. А он не баптист, а какой-то там из сектантов. И он пришел в православие. И он теперь там нашел священника, который крестил его в большой баптистерии, бак такой, ну, на полу там это, обделанный плиткой-то. И все это на нашем форуме вы можете увидеть. Зарядите переписка с сектантом, ставшим православным. Я вам его сейчас могу даже скинуть, и вы зайдете и эту тему посчитаете. Хорошо, хорошо, ладно. Он с женой принял там крещение. В Ярославле самому. У вас ролик был из Ярославского. Ролик был с каким-то ярославским пареньком общались. Это он, не он. Я не знаю. Мы не знаем. Смотрели ролик. Я под скайпом. А как его зовут? Не помните? Ну, он был Юрий, его назвали Георгием. Казанцев по фамилии Казанцев. Понятно. Казанцев. Я посмотрю и вам скину под скайпом. Вы посмотрите там. Прям только ткнете и сразу на форум. Хорошо. Там фотографии стоят. Наши переписки. Как мы переписывались и как он постепенно перешел. Он был там руководителем. Сегодня по скайпу рассказывали. Сегодня по скайпу разговаривали с Юлиной мамой. Она задала такой вопрос. А как же князь Владимир крестил Русь? Ну, то и имеется смысл без подготовки. Да, никого ведь не готовили. Крестил и все. Ну, плохо подготовили, значит, плохое крещение было. Вышли и завтра пошли идол отпускать. Это плохо, неправильно. Мама, она права. Правильный вопрос задала. Ну, князь дал указ всех. Надо было научить. Да. Научить людей, чтобы написано, кто будет веровать и креститься. Веровать. А не просто в воду залезти. Ну, везде вот такие бывают. Да, от страха. Перегиба. Перегиба. Игнатий Тихонович, а кто первые иконы написали? Апостол Лука. Это предание так говорится. Апостол Лука писал предание. Он писал уже Матерь Божью. Утверждать нет оснований никакого. Но что иконы были уже в первом веке, это написано в житиях. Уже написано. Да, да, да. Вот и я знаю, что якобы апостол Лука был профессиональный художник. Это вот как я читала. Что он более 70 икон Богородицы еще при ее жизни. Было написано его русной. Никаких 70 не было. Три иконы всего. Три. Три. Да, у меня вот и есть икона, книжка, и там было так написано. У меня лежит здесь. Можно написать 700. Ну, понятно. Ну, понятно. У него сейчас церковная лавка была. Где он написал, когда он с апостолом Павлом мотался по всему свету? Он был спутником апостола Павла. Что выдумывать-то? Икону писать. У тебя должен быть материал, доски. На досках писали-то. Ты должен с красками снять. А Грэм будет писать, когда он переплывает буря, шторм. Все время был спал. Он был врач. Что иконы писал, это предание. А что в рамки, церковь из писания. Он был врач возведенный. Врач. Ну, вот борются с иконами. То протестанты борются. По-моему, все сектанты борются с иконами. Все. Смотрели, Ролик с Сергеем Козловым. Протестант, наверное. Протестант, наверное. Он нападал на иконы. Апостол Павел писал. А, Лука. Лука, да. Лука писал. Почему они этого не знают? Не знают. Потому что этого в Библии нет. Они не знают. А повод, чтобы поносили иконы. Там и дали право. Ну, в Библии думать, что они нет. Вот икона, икона перед иконой. Они это видят, что падают все время перед иконой. Икона помогла как будто к идолу какому-то. И они имеют у себя основания смотреть так. Мы дали повод. А если бы была икона повыше, просто мы видим икону, принимаем и прочее. Мы бы не дали повода. Мы сами виноваты. Иконы нет. Иконы нет. Ну, тут еще дьявол, ты сейчас я бы хочу стараться. Помыто запутать. Ну, где старается? Он же все усилия прикладывает для того, чтобы где хорошо, сделать плохо. Я понял так, что он больше всего среди православных дьяволов трудится. Больше всего. Дьявол больше всего трудится среди православных. Да, да, да. Тут истина есть. А где уже все лежит на боку, ему еще бороться-то. Они и так его люди эти. Да. Вот так. Правильно. Ну, сейчас у нас будет тепло, быстро начнет снег сходить. И надо уже будет обдумать, что и как. Да, конечно. У нас все только вот в это и упирается в дом. Родители и дом. С родителями договориться я могу, конечно. Я вижу, у вас это там вверху. Пока что в вас. Лук висит вон там сзади. Да, да. А где вы его брали? Где вот. Ого. Сами вырастили. Сами вырастили. Вот. А я в воскресенье сказал тут, на занятии, говорю, у нас нету луку. Так сегодня одна приехала, пять луковок привезла. Пять. Немного. Немного. Сейчас покажу даже. Верочка, не слушайтесь. Опять не слушайтесь. Ой. Я хочу только гулять. Была бы возможность... Ну. Была бы возможность, сняли бы... Знаете, Тихонович. Была бы возможность, сейчас бы сняли бы и дали бы. У нас было, но мы были в отъезде с Сити-то. А Володя был один. Ну и не хватило. Да у нас вообще каждый год почти не хватает. Я сейчас развяжу, покажу, какой размер луковки. Вот луковка. Вам видно ее? Ой, а мы такую уже давно съели. Да, да, да. Это штутгартен, скорее всего. Вот она где. Штутгартен, сорт такой. Да, да, да. Хороший, крупный. Она привезла сегодня. Я сказал, не просил, а просто сказал. Говорю, кончится лук. И уже все засуетились. Я, ясно. А мы все болеем. А мы все болеем. У нас семья болеет. И что-то мы никак все не можем выкарабываться из болячек. А вот возьмите, вы дома болеете? У лепетишек был грипп. Болеем. Болеете. А когда приедете, скажете, вот я тут приехала, заболела. Да ты здоровой-то не была. Чтоб потом-то не говорила, чтоб приехала, заболела. Нет, нет. Нет. Я никогда здоровой не была с самого детства. Никогда. Никогда. Все время, постоянно, какие-нибудь. На лещеном коне у нас есть. Каждый. Каждый великий такой болячка проходит. Да. Ребенка одному на леводике пришлось. У нас тут новые видеоролики. Вы видите, что-то... Я спать ложусь там из-под одеяла. Да. Видели? Видели? Ой. Смышло. Немножко влияли. Позвольте, позвольте. Молодец. А еще знаете, мне очень такой ролик понравился, где вы разбирали житие двуторей? Я говорю, ведь никто никогда не задумывался над этим. А на самом деле, по сути, если вот так вот действительно задумываться с житием Марии египетской? Да. 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 А почему? А почему? А почему? А почему? Ну, что же вот так действительно? Никто внимания не обращает. А почему? А почему? Ты тысячи лет одного человека нету, кто ей подражал бы? Нет. Нету. А в фантазии можно описать? Ты им подражал, да. А Мария Магдалина – апостол для апостолов. Ну, а еще странно это. Да. Да. Уже потащила. И началась? Ну, это в храме было, я… Странно, конечно. Вот и мне… Я вот послушала у вас, у нас, правда, все по полочкам разложили, а вот когда сами-то читаем, мы же до этого не доходим. Ну вот так. Даже вот в мыслях никогда ничего такого, потому что все, житие святых, оно уже все авторитетно, в любом качестве, как бы ни преподнесли. Ну, так я выписал, и прямо считали. До одного слова написано, как. Да. Спорить? Да. Надо принимать это. Вот так. Угу. Да. Интересно, конечно, очень интересно. Ну, уже вплотную наобдумывайте и все. Вот у нас хоть весь… В мае? Уж надо быть уже… Да, да, да. Надо быть там в мае. Уже земля прогревается, и сразу надо садить. Садить. Все. Если вот вдруг у нас, если в этот год не получится, может быть, дай Бог на следующий, вот как Господь управит. Мы вот только на Него вот уповаем, больше никак. Сами через себя прыгнуть не можем. Ну, понятно. Надеемся, ждем. Надеемся и ждем. Вот два раза нам, первый раз, возможно, чтобы даже мошенники позвонили. Такое у нас с Лешей сложилось впечатление. Пятое качество лидера… Похоже было. Это решимость, о чем Старас Пинцаровский говорил. Решительно порвал, безвозвратно назад уже хода нету. И все на этом конец. Как люди в монастырь шли. Все оставляли, шагнули на той стороне. И за Христом так же шли. Левий сидел торговал, налоги брал. А Христос подошел, следуй за мною. И он не думал, куда, чего, все, бросил, встал и пошел. За Христом идти, это долго не раздумывали. Вот так. Понятно. Это понятно. Но мы тоже можем так все оставить и пойти. Все-то не оставляю. Только с вкусным карманом. Лук-то забери с собой, не оставляю. Лук возьмешь как раз. Ну да. Ну надо обувь, все это подготовить. Заранее уже упаковать. Ну кое-что может даже в контейнер. Я не знаю, как лучше будет. Я почему-то думаю, что надо контейнер взять. Контейнер поставить. Самые основные вещи, да вы должны привезти. Не надо покупать. Сегодня все дорогое. А вы уже привыкли, какая обувь, постель там. Все остальное можно забрать. Даже там, контейнер-то большой. Если взять его 5-тонный, так вы... Все соберете там, сложите. Да, да, ну так. Вы хорошо все обдумаете, чтоб потом не жалеть. Не жалеть потом. Вы знаете, куда идете. Смотреть тут нечем, тут все на глазах. Мы ничего не смотрели. У нас, Игнатий Тихонович, у нас в принципе жалеть-то не о чем. Вообще. О чем? О доме пустом? Жалеть не о чем. У нас жизни здесь нету. У нас храма, можно сказать, что нету. Общины никакой нету. Поэтому, о чем жалеть, не знаю. На будущее, я говорю, чтобы не было там. Ты уж если пошел, я благодарю за все, что бы у меня не было. Как переселенцы первые шли. Со всей России. Назад-то ни один не вернулся. А куда? Возвращаться некуда. Так и Израиль. Он шел и шел до конца. И поэтому сохранились. А кто, говорит, оглядывается назад ненадежен для Царствия Божия? Да. Ой. Я вам скину его. Какое же? Авраам уходил. У меня стихотворение есть такое. Я вам его скину. Так. Что еще вам нам... Хорошо. Ладненько. Так. Что вам еще тут нужно послать? Нет. Ну-ка припомните. Что вам... А вот вы говорили про... Про парнишку Ярославского, который крестился в бобсестерии где-то в Ярославле. Я вам скину это, Казанцев. Я скину вам. Да, да, да. Аня, скину, да. Вот это обавраны. Так, все? Больше еще нету? Еще один момент. А где ваш голубь? Почему не летает? А уже ночь, он спит. Почему не летает? Он спать лег. Его сейчас трогать нельзя. А, все понятно. У меня кошки сейчас донесли с крыши. Сейчас три кошки у меня в избе. Три. Вот она. Ну-ка, куда полез? Ну-ка, подожди. Подожди маленько, иди сюда. Ой, мой хороший. Ой, сейчас я покажу его. Вот он у меня какой котя. О, видать? О. Все на этом закончили. Слава Богу. Я прошел год заполучий.